Здарова, народ! Добро пожаловать на канал Миклуха Макфлайк. Канал у меня исторический. Очень много публикаций по поводу оружия. Сегодня пришли в Воронежский областной краеведческий музей. И здесь оружие восьми веков. Прям вообще по теме. Сейчас покажу все оружие восьми веков. Друзья, сармадский меч. Вот такой. Это Воронежский краеведческий музей. И он совсем маленький на самом деле. Сантиметров 35 длина лезвия. То есть, по нашим меркам это большой нож. А здесь скиевские мечи и окинаки. Соответственно, длина меча где-то сантиметров 25 самого лезвия. Нижний побольше. Нижний около 45 и это называется меч. Хотя сейчас мы бы это назвали нашел. Мы с вами будем говорить сейчас о народе, да? Это же самая история на территории нашего края. Маленький-маленький меч. Ранее уже. Еще один интересный экспонат. Это кольчобы 13-15 веков. Вот такая прям очень и очень немаленькая, я вам хочу сказать. И кольца заклепаны. Очень плотное такое плетение. И здесь же, друзья, смотрите, меч 10-14 веков. Нет точно датировки с сабельным перекрестием. Почему сабельным? Ну то есть вот он, средневековый меч. Вот длина чуть больше метра. Может быть метр 10-20 метра. И вот такой сохран. И еще парочка интересных экспонатов. Бердыш. И репей или чеснок. Вот такие штуки разбрасывали на дороге, там где проходила конница. И, соответственно, конница дальше проходила с трудом. Благодаря фильму про мушкетеров мы все думаем, что шпага это что-то такое остренькое, похожее на большую иголку. На самом деле шпага это меч. И вовсе он не тонкий, то есть сантиметра 3, а то и 4. Вот в Воронежском краеведческом музее две шпаги 18 века. По сути дела два меча. Кстати, толщина самой толстой части у него около 6 миллиметров. То есть очень мощное оружие. Вовсе не такое, как мы привыкли выедать его в фильмах. Так, друзья, не мог пройти мимо. Посмотрите, какое количество денег. И это клад. Клад, найденный 15 апреля 1970 года экскаваторщиком в Воронеже. Интересно, сколько сам экскаваторщик получил. Наверное, вероятнее всего просто по весу. Медяк взвесили. Сказали, ну тут 2 килограмма меди. И премию экскаваторщик выписали. Интересная штука. Набор дуэльных пистолетов также в Воронеже есть. Ну, сложно представить в наше время, что это вот исключительно для выяснения отношений. Вот набор сделан только вот кто круче. И только для убийства. Класс. Сейчас продолжаем осмотр оружия Воронежского краеведческого музея. И можно подумать, что это пулемет системы Максима. Но нет. Пулемет системы Максима. Вон он. А это пулемет системы Шварцелозе. Образца 1907 года. Австро-Венгрия. Применялся в белоказачьей армии Краснова. Никогда такого не видел. А вот Максима видел. Это, кстати, ранняя модель пулемета. И не приспособленная для, ну, российской реалии. Потому что потом наши стали переделывать кожух водяного охлаждения. То есть он такой остался. Но здесь была такая большая воронка. То есть сюда просто заливалась вода. А у нас сделали большую воронку, чтобы закидывать снег. Чтобы было удобнее. Вот. Так что это более ранняя модель получается. Как прям тачанка. Грозное оружие. Танк своего времени. Мы переместились в зал конца 19-го, начала 20-го века. И здесь, собственно, сабли. Вот эта шашка и вот эта шашка. Потому что есть такое убеждение, что шашка это что-то вот без... защиты руки. Но на самом деле были и такие шашки. И вот такие вот с гардой. С перекрестьем тоже были. И то, и то. Это шашка. Ну и здесь... Винтовки системы Маузера, Мосина и Ли Энфилда. Здесь можно проследить эволюцию штыков. То есть вот первоначальный вид вот такой, похожий на меч. То есть вообще штыки выросли из меча, который просто первые варианты. Их прям в дуло вставляли и шли уже в штыковую атаку. Вот. А потом все дело эволюционировало и превратилось вот в такой трехгранный или четырехгранный штык. А потом эволюция пошла в обратную сторону. И сейчас штыки на винтовках, на автоматах, они опять же похожи на маленькие мечи. Смотрите, друзья, целый зал, посвященный только оружию. Очень много витрин. И сейчас мы в хронологическом порядке начнем, наверное. Вот прямо отсюда. Здесь у нас получается 17-18 века. Сабли, бердыш, кольчуга. Ну и, собственно, это вооружение стрельца. Так, здесь у нас монголы, сабли и доспех. Доспех, я так понимаю, новодельный, а вот сабли реально огромные. На длину метра полтора, наверное. Жаль, не написано. Так, русские воины. Топор на конечнике стрел. Пика. И прям очень классический меч романского типа, если быть точным. Так, тут слабо прослеживается хронология в этой выставке, поэтому будем просто идти от витринок к витрине. Здесь у нас 18-й век. Сабли гусарского. Вот эта вот сабля. Вот эта вещь. Она, наверное, весит тонну. Так, это у нас витрина первая половина 19-го века. Палаш матросский. Шашка. Ну, кто не знает шашку. Сабля. Ну, найдите, найдите отличие называется, да. Вот шашку, вот сабля. В принципе, мне кажется, одно и то же. Единственное, что есть вот эта система защиты для руки. И здесь, вот смотрите, интересный момент. Это штыки от аганного типа. То есть, он уже имеет систему пристегивания к стволу, но при этом длина совершенно фантастическая. То есть, общая длина оружия получается метра два. Вторая половина 19-го века. Эти две винтовки я в первый раз вижу вообще. Система Пиба Ди Мартина. Это у нас номер один. И система Крынка. Швеобраза 69-го года в России сделала Крынка. Такая. Ну, и система Бердана. Этот, наверное, все много раз видели. Ну, во всяком случае, слышали они. Начало 20-го века. Винтовка системы Мосина. Палаш. Офицерские образца 855-го года. И сабля-кавалерийская образца 1927-го, 1909-го годов. Представляете, целый век сабля-кавалерийская была вот в одинаковом исполнении. И еще немножко холодного оружия. Ну, кстати, кортик. Заметьте, да? Совсем недавно мы видели с вами скифский окинак. И окинак был короче этого кортика. То есть вот это кортик, а то меч. Смотрите, друзья, какой монстр. Это тесак саперный. Просто чудовищное оружие. Огромное, в обухе, наверное, сантиметра полтора. Но не полторон сантиметр точно. А это тесак саперный. Это тесак пехотный. По факту меч Голодиуса, мне кажется. Не римский. Сабля. И еще одна сабля. Сабля кавалерийская, сабля пехотная. Аф... Субтитры то, что смотрел. Субтитры сделал DimaTorzok Баклазорицы в An.